В данном видео я покажу, как добавлять аудио к себе на блог. Это может быть под подкаст, вы можете какое-то интервью в mp3 файле добавить и так далее. Заходим в раздел плагина добавить новый. Называется данный плагин Audio Player. Устанавливаем данные Audio Player и активируем данный плагин. Значит, смотрим делать параметры. Вот Audio Player, переходим в него. В данном видео я расскажу об основных параметрах данного плеера, а в следующем видео я покажу и расскажу более подробно о нем. Итак, вот здесь несколько опций. Заменить аудиосинтекс, параметр устанавливается по умолчанию. То есть, если его нужно отметить, если вы хотите размещать более одного аудиоплеера в сообщении. Второе. Заменять все ссылки mp3 файла. То есть, если вы смотрите, если у вас есть уже mp3 файлы загруженные на блог, и вы отметите данные параметры, то они будут все удалены, заменены. А включить в комментарии, то есть, вы можете добавлять во все комментарии вашего блога, аудиоплеер. Интеграция вложений. Это идеально для подкастинга. Если вы установите свои вложения вручную, то этот параметр будет вступать в конце сообщения, появится с mp3 приложением. Здесь, вот, переместить вложения в начало сообщения. На плеер будет вставить начало сообщения. Значит, теперь нам нужно создать папку. Значит, в папку будет аудио, либо имя, или пользовательский. Вот, ну, вот это, значит. А, нам нужно создать эту папку. Что для этого нужно? Мы же переходим в настройки нашего блога через FTP. Что-то это бедокс. Находиться будет в папке вот по инклюзии. Наживаться, называется аудио, значит. Нам нужно ее создать, создать каталог. Нажимаем аудио и окей. Далее идем сюда и нажимаем проверить. Так. Значит. Еще раз проверяем. Нет, не найдено. Да, тогда, значит, что мы делаем. Заходим в корневую папку нашего блога. Выходим, давайте. Создать каталог. Называем его аудио. Аудио. Нажимаем окей. Теперь проверяем. Да. Итак, значит, вам нужно создать в корневой папке блога папку аудио. То есть заходите через FTP, выбираете корневую папку вашего блога и создаете здесь папку аудио. То есть создать каталог и создаете. Значит, в данную папку можно перекидывать все ваши mp3 файлы, да? Такие есть. В следующем видео я расскажу, как более подробно настроить данный плеер. Спасибо. Спасибо.